всем привет привет вы на канале дневник натали сегодня друзья делюсь с вами рецептом приготовления сырника в сметанном соусе это очень вкусно сладенько на завтрак то что нужно кому интересно оставайтесь смотрите пробуйте так приготовить а у кого возникнут вопросы пишите комментарии я буду рада вам ответить итак мы начинаем готовить всем доброе утро решила приготовить вкусный завтрак завтраки бывают разные сегодня мы готовим сырники и не просто сырники а сырники в сметанной подливки это что-то очень очень нежное вкусное сладенькое но на завтрак просто то что надо чтобы поднять настроение лучше не придумаешь я делюсь с вами своим рецептом как готовлю его я я знаю что мы очень много рецептов более творожные с меньшим добавлением муки кто-то добавляет манку я делюсь своим нам нравится именно такой рецепт итак начинаем нам понадобится конечно творог у меня килограмм сахар 2 яйца соль совсем немножечко соды мука и конечно на сметанную заправку саму сметану пока месь она стоит в холодильнике нужно хорошенечко размять творог он у меня с морозильной камеры и вот немножечко еще не совсем растаял я его вот так вот немножечко эти комочки разминаю он растает сейчас не страшно творог вкусненький попробовала такой с кислинкой как раз то что нужно добавляю в творог вот так три ложечки сахара столовых соли вот я на кончике ложки добавлю вот так парочку у меня вот такой есть ванильный сахар думаю добавить пусть будет аромат перемешаем очень вкусно пахнет ванилькой добавляем 2 яичка снова все перемешиваем перемешали и оставляем минут на 15-20 чтобы сахар растаял вот смотрите сахарочек уже подтаял творожок стал мягче размягчился такой вы даже особый перетирать не нужно он такой пастообразный надеюсь вам видно сейчас мы добавим немножечко муки я муку никогда не взвешиваю не знаю сколько вот сколько возьмет столько возьмет все зависит от творога насколько творог жидкий или же сухой же разный бывает нужно только смотреть по ощущениям и сейчас я вот так вот на кончике ножа добавляю соду все нам больше не нужно и будем с вами замешивать потихонечку тесто выкладываем наше тесто под горочкой и дальше уже руками будем вымешивать вот вот и Вот такое тесто у вас должно получиться мягкое. Вот смотрите. И формируем вот такой шарик, подправим муку, накрываю мисочкой и даем вот так постоять минут 10-15. А пока у нас настаивается наше тесто, мы приготовим сметанный соус. Наша сметанка. Я ее взвесила, здесь 460 грамм. Перекладываю, чтобы мне удобно было размешать с сахаром. Конечно, с домашней сметанки получается более вкуснее. Она покрасивше тает, как маслечко. Не знаю, как будет в покупной. Это первый раз мы там покупаем эту сметану. Взвесила сахар, у меня в стаканчике 200 грамм сахара. Добавляем в сметану и перемешиваем. Соус получается по вкусу, как сгущенка. Вот когда он протушится в сырничках. Добавляю еще сахар. Мне как-то маловато. Оно должно быть хорошо, сладенькое. Вот полстаканчика, это уже у нас 300 грамм. Видите, сахар разжижает сметану. Сейчас попробуем. Очень вкусно. У сметанки есть своя кислота. Думаю, сахара достаточно. Вот получилось у меня на 460 грамм сметаны. 300 грамм сахара. Все. Оставляем, пусть сахар немножечко тает, пока он нам не понадобится, этот соус. Давайте посмотрим. Тесто наше уже настоялось. Сейчас ножичек присыпать в муке. И разрежем наше тесто, чтобы нам удобно было формировать сырнички. Смотрите, какое оно получилось. Вот такое тесто. Все, формируем колбаски и сырнички. И формируем вот так наши сырнички. И чтобы красивенько было, немножечко подравниваю, придавливаю, формирую такой кружочек и приплюскиваем. Вот такой сырничек получается. Вот такие сырнички у меня получились. Вот столько много. Сейчас посчитаю даже. 6, 12, 18, 19, 20, 23, 25, 32. О, 32 штучки. А блинчиков у меня получается 33. Идем жарить. Идем жарить. Идем жарить. Музыка Вот смотрите, сметанка с сахаром постояли. Я немножечко добавила молочка, я просто, наверное, ложки 2-3 молока налила в тот стаканчик с под сметаны, обмыла его и добавила сюда. Вот видите, вот такая получается у нас густота. Сырнички я уже пережарила и сейчас будем заливать этим соусом. Вот смотрите, сколько получилось, какие они румяненькие, красивые. Включаю газ и заливаем все соусом. Оно все пропитается, будет очень-очень вкусно. Начнет закипать и мы уменьшим огонь. Вот так, на среднем. Не нужно, чтобы оно сильно кипело. Все капельки жиринки, вкуснотинки. И прикрываем крышечкой. Вот, начало закипать и я уменьшаю огонь. Оно медленно-медленно должно прокипеть, ну так, минут 10. Вот так выглядят наши сырнички. Я думаю, уже достаточно им кипеть. Так, наши сырнички. Вкуснотинь, вкуснотинь. И поливаем соусом обязательно. Это очень вкусно. Кто любит сгущёночку, очень похоже. Идемте завтракать.